Еще больше интересного, любопытного, важного. И еще больше вашего доверия. Вашего доверия. С января 2015 года вступит в силу новая система расчета трудовой пенсии. Документ уже подготовлен. Изменения коснутся в первую очередь молодых людей. Подробности в материале Дмитрия Подлеснова. Новый порядок расчета пенсии вступит в силу через год. Формула значительно изменилась. Однако представители власти заверяют, что на благосостояние пожилых людей нововведения не повлияют. Основные вопросы, которые должна стратегия решить в ходе реализации федеральных законов. Это, соответственно, сбалансированность пенсионной системы. Это достойный уровень пенсионного обеспечения. И, соответственно, не повышать налоговую нагрузку, чтобы налоговая нагрузка была адекватной на наших страхователей. Для нынешних пенсионеров выплаты сохранятся на прежнем уровне. А может даже и увеличиться за счет округления при перерасчете. Новая формула направлена на молодежь, которая только начинает свою трудовую деятельность. Их пенсионные права и стаж будут формироваться на основе законопроекта. Заветные баллы получат и солдаты-срочники, и женщины, которые находятся в декретном отпуске. За каждый год отпуска по уходу за ребенком женщине, за одним ребенком 1,8 балла. Значит, за два ребенка 3,6 балла. За три ребенка 5,4 балла. Ну и четыре ребенка тоже 5,4 балла. То есть ограничение установлено в 5,4 балла. То, что касается срочной службы, там также начисляется 1,8 балла. Главными факторами для наибольших выплат сейчас являются стаж работы и отчисления в пенсионный фонд. То есть россиянам предлагают работать дольше и получать только белую зарплату. В противном случае можно остаться и без светлого будущего. Дмитрий Подлесной, Сургут Интерновости. Смотрите программу в Центре Событий. Каждый день на телеканалах Сургут Интерновости плюс СТС, ТВ3, ТВ-Центр. Достоверная информация из первых рук. Злободневные проблемы и пути решения. Резонансные происшествия. Программа в Центре Событий. Каждый день. Программа в Центре Событий.